Авилов Авилов изобразил бой, который произошел между русским богатырем и воином татар. Именно с него началась битва на Куликовом порту. Авилов написал это полотно тогда, когда шла оборона Сталинграда. Художник говорил о том, что композиция его картины невероятно простая. В центре мы видим двух коней, взвившихся на дыбы. На них восседает пересвет слева, а справа – челубей. Художник изображает главных персонажей очень крупно. Они полностью затмевают все остальное, изображенное на этом полотне. Авилов специально преувеличил их исполинскую силу и гигантский рост. Он довел их до по-настоящему пафосного звучания, которое характерно для были. Живописец поднимает фигуры изображенных исполинских коней на дронины. Они выглядят, как причудливые пирамиды. Краски максимально интенсивны именно в изображении двух главных героев. Армии, которые виднеются где-то далеко за ними, нарочито прописаны очень бледно. Лошади выглядят действительно устрашающе. Кривые их воинственно развиваются, а пасти совершенно оскалены. Художник использует причудливую игру цветов для того, чтобы передать красками определенное состояние воинов. Слева преобладает серый оттенок. Он говорит об максимальной уверенности и отличной выдержке солдат. Воины тревожно ждут исхода этого грандиозного поединка. Но при этом они непоколебимо стоят, словно скала гранита. Перед войском Авилов нарисовал самого Дмитрия Тонского на белом коне. Для изображения войска татаро-монголов живописец выбирает пестрые и яркие оттенки. Это говорит о том, что враг полностью не уверен в своих силах. Он сомневается, удастся ли одержать победу или придется сдаться на милость победителя. Полотно Авилова максимально экспрессивно. Все ждут развязки. Художник мастерски передает наивысшее напряжение. Субтитры создавал DimaTorzok